добрый день дорогие мои друзья с вами евгения и вы на моем крымском канале друзья сегодня я продолжаю серию видео о семьи изи и сейчас мы движемся с вами на пляж юность и проходим вот такие чарующие старинные виллы давайте полюбуемся насладимся окунемся в эпоху начала 20 века так сейчас вы видите знаменитую виллу большой богдан это хозяин этой виллы известный политический деятель начала 20 века николай богданов и он был членом партии кадетом и депутатом второй государственной думы от рязанской губернии посмотрите друзья какая красота и этот особняк построен в классическом стиле модерн ну а сейчас двигаясь дальше на пляж мы проходим вот такую замечательную виллу архитектора семенова он построил этот дом для себя и этот дом был эта дача была одной из первых которая положила начало строительству таких роскошных зданий в семи изи в 1902 году вилла построена в духе средневековых европейских замков и в ней 19 комнат конечно друзья часть предназначалась под пансионы и в предыдущей даче тоже и сейчас я поворачиваю и вдоль территории санатория юность я вижу вот такую дачу но дверь была открыта вы знаете калиткой я зашла обычно всегда закрыта вот такого пижонистого ленина я увидела далеко я не ходила буквально только хотела полюбоваться на эту дачу но памятник посмотрите какой ленин у нас в такой позе красавчик прям да покрасили по краской а вдали видите купол слева это дача хризалит друзья ну будет ленина я буду рассказывать про дачу эту дачу построили в 1910 году примерно и принадлежала она семье лансере и сюда приезжали бенуа и также зинаида серебрякова то есть все люди искусства собирались вот это это одна была семья это все люди принадлежали к одной семье бенуа лансере и зинаида серебрякова ну думаю что это интересный факт и они в общем здесь проводили лето отдыхали посмотрите в каком интересном это стиле построена это такой поздний модерн знаете когда уже средневековые какие-то видите окошечки все разной высоты но друзья мы видим то что осталось уже вы поймите же господи то что мы видим остатки былой роскоши это еще раз вилла дива я просто не могла налюбоваться но просто глаз не оторвать на фоне горы кошка конечно посмотрите эти башенки чудные маленькие на крыше лепнина ну а я поворачиваю посмотрите внимательно это такая тыква в виде грибочка на заборе я увидела и я сейчас веду вас друзья на пляж юность мы с вами поворачиваем и видим впереди лебединое крыло правда замечательно какая летящая форма какое изящество ну и вы тут извилистая дорожка небольшой серпантинчик который спускает нас посмотрите на пляж а это яхта она потом ушла за диву ну вот я любовалась какая роскошная у некоторых людей жизнь друзья не могут не просто в крыму пребывать как мы с вами а еще и пребывать на такой роскошной яхте но я продолжаю свое движение здесь тоже интересный объект будет я расскажу это новое строение дорожка так хорошо вымощена конечно это все очень живописно в общем недалеко спуститься пляж совершенно дикий заброшенный я вам расскажу историю этого дома это тоже маленький замок построенный лет 30 назад полюбуйтесь на него в таком же позднем стиле модерн вот эти башенки средневековые ну смотрится он потрясающий с воды у него какая-то трагическая история не буду как бы тут вдаваться что-то ее построила семья потом это вроде как бы отняли сейчас это частное строение в частных руках не пансионат я спросила итак мы с вами с обратной стороны дивы и горы пани а вот сейчас вы можете любоваться вот это диво а вот это побольше этапа не ай ну и опять яфта конечно я туда все время посматривала друзья пляжа нет это на любителя я люблю такие места ну дикое место конечно раз никто не подсыпает а море смывает и в береговая полоса узенькая но чуть-чуть олеандра махрова видите он тоже у нас махровы это не так много их ну здесь растительность замечательная все знаете благоухает пахнет на такой на напоенный можжевеловым ароматом воздух и полюбуйтесь все-таки на это современное здание которое сейчас пока не понятно в каком статусе или просто мы не знаем ничего ну построена очень красиво вы знаете она со стороны моря как бастион буквально три метра от воды так прочно все сделано в общем-то он 30 лет я помню 25 лет назад это здание только-только построили пляж конечно получше был кафе здесь было музыка играла в общем как-то было вы знаете такое обихоженное сейчас просто заброшено все поэтому не пугайтесь друзья мои я не рекламирую этот пляж просто на любителя ну вот кто любит эту атмосферу тишины покоя видите вот лесенки отпускают как-то вы знаете мне это очень близко вот такое состояние вы знаете когда мало людей вот тут мое внимание привлек этот мужчина очень напряженная поза у него видимо он только осваивает я потом видела как он вышел и понес свою вот эту доску я тоже мечтаю такое попробовать ну если попробую сниму теперь смотрите вот этот кусочек я вот здесь нашла себе местечко семья вот это ушла и я заняла небольшое тут местечко совершенно замечательно вы знаете было такое даже у меня состояние покоя потому что я всегда нахожусь в движении у меня много очень заботы тут как-то я так от всего отрешилась обо всем забыла и не хотела уходить отсюда ну камни это мое я люблю лазить по таким местам туда я не пошла а там конечно получше немножечко береговая полоса там есть спуск лесенка тоже туда я любовалась отсюда посмотрите какой чурущий ну что это друзья и тут и байдар очка или как это называется и вот этот мужчина тут со своим веслом ну в общем замечательно детки там залезли какие-то камни торчат они там и ныряли и прыгали но это все не может не радовать сердце вот это мирная картина счастья и отдыха покоя хочу чтоб вам это все передалось обязательно приезжайте вот давайте со стороны моря еще посмотрим на этот замечательный объект хоть он и современный это новодел но кто-то со вкусом замечательно сделал конечно брошено все тут немножечко требует и реставрации подсыпать пляж было время когда это все было галька и была узкая но ухоженная береговая полоса ну сейчас вот так и все равно я сюда иногда приезжаю стремлюсь это за семеизом уже находится ну что тут картина конечно отдыха люди загорают у нас сейчас умеренно не так уж и жарко знаете более менее ничего уже жара такая спала и вот здесь я себе нашла уголочек сейчас покажу вам свой зонтик друзья у меня был хорошая очень основа для зонта а тряпочка-то пропала и я сшила за зиму вот такой зонт сама сидела что-то клепала думаю зачем я это делаю но сейчас я просто в восторге он совершенно не пропускает солнечные лучи хорошо держит тень ну и вот этот кусочек тоже я в прошлом году у нас был гость который вот отсюда нырял крабов ловил и вот тоже очень живописно это с другой стороны такой небольшая бухточка такая люди любят на камнях многие ну что вам еще сказать ну чудно чудно друзья море 27 градусов как бы и больше даже вода совершенно недвижимая видите практически штиль это картина конечно картина маслом вот это посмотреть с обратной стороны дивы вот такое чудесное место этот пляж не очень посещаемый ну так не сильно много людей может быть это время уже такое обеденное было мы опять как всегда припозднились вот это расщелина я на нее все смотрю наблюдаю видите прямо тут такое старые горы конечно очень ну и гора панья там была средневековая крепость и даже еще раньше крепость была а вот это дива наверху площадочка тут вот кораблики ходят наверху дивы смотровая площадка нужно обязательно туда подняться и есть мостик я не высоко над морем романтично и адреналин конечно ну в общем вот такие у нас развлечения друзья ну я очень довольна этой поездкой его знаете еще меня поразила вот это отшлифованность этой скалы и здесь вы знаете бьют родники вот посмотрите я потом увидела что кто-то баночку поставил вода кристальная просто посмотрите здесь сочится тоже вот водичка прямо из скалы это родники у нас много родников вот здесь пить конечно я не отваживалась не отважилась эту воду но вот просто полюбовалась попробовала вода видите какая чудесная чистая просто необыкновенно ну и дальше уже мой путь домой обратно движемся мы в в сторону дома вот здесь немножечко еще виды конечно идешь и виды эти постоянно возникают мы идем обратно возвращаемся к машине друзья с вами как всегда была ваша евгения приглашаю вас на третье видео из серии прогулки по семеизу